Всем привет. Население – 10,8 миллиона человек. На 1 января 2017 года, по оценкам Евростата, площадь территории 131 957 километров. Занимает 84-е место в мире по численности населения и 95-е по площади территории. Унитарная парламентская республика. Подразделяется на 13 периферий. Столица – город Афины. Государственный язык – греческий. Греция расположена на Балканском полуострове и многочисленных островах. Имеет сухопутную границу с Албанией на северо-западе, северной Македонии и Болгарией на севере, с Турцией на северо-востоке. Омывается Эгейским, включая и Корийское и Фракийское море. Морем на востоке, ионическим на западе, на юге, Средиземным и Критским морями. Современная Греция – наследница культуры Древней Греции, считающейся колыбелью западной цивилизации, родиной демократии и западной философии, основных принципов физико-математических наук, театра и современных Олимпийских игр. Богатое культурное наследие и географическое положение делают Грецию одной из самых посещаемых стран мира. Независимость страны провозглашена 25 марта 1821 года. До этого она входила в состав Османской империи. Отнесена к развитым странам. Является членом Европейского союза, НАТО, ООН, Совета Европы, ОБСЕ. В Греции демократия и всеобщее избирательное право. Греция – индустриально-аграрная страна. Объем ВВП за 2011 год составил 294,339 миллиард долларов США. Около 24 543 долларов США на душу населения. Денежная единица евро. Часть зоны евро с 2001 года. Около 97% населения исповедует православие. В марте 2020 года пост президента заняла Катерина Сокеларапулу. Главой правительства является премьер-министр Кириакос Мицатакис. Слово «Греция» имеет латинское происхождение и в греческом языке не используется. Самоназвание греками своей страны – Эллада. Изначально, согласно Илиаде Гомера, Эллада, название области в Южной Фессалии в Теотиды, постепенно распространилось на всю Грецию. С принятием термина «Эллен» общим для обозначения всех греков, Эллада стала собирательным именем для всей материковой Греции, а затем и всей Греции, включая Архипелаги, острова и области в Малой Азии, в противоположность исторической Великой Греции, расположенной в Южной Италии. В настоящее время в Греции слово Эллада является официальным самоназванием, а слова грек, лат, грейкос, или Греция, лат, грейся, не признаются населением и употребляются только в общении с иностранцами. В других странах Эллада часто служит синонимом понятия «древняя Греция». Государственные символы Основные статьи Флаг Греции, Герб Греции и Гимн Свободя Государственный флаг, девять бело-голубых полос с крестом, соответствуют девяти слогам национального девиза «Свобода» или «Смерть». Первый национальный флаг был создан в 1821 году генералом Александром Ипсиланте, красный с белым крестом. С 1833 года красный цвет был заменен голубым. Государственный герб, голубой щит с белым крестом в обрамлении двух оливковых ветвей как символы ведущей религии в Греции православия. Гимн Греции с 1860 года «Гимн Свободя», написанный основателем новогреческой поэзии Дионисиасом Соломосом в 1823 году и положенный на музыку первым заметным новогреческим композитором Николаасом Монзаросом. Греческие территории и колонии архаического периода Греция считается колыбелью западной цивилизации. В период около 3000 лет до нашей эры на острове Крит возникла высокоразвитая Минойская цивилизация, культура которой впоследствии распространилась и на материк. За ней последовала эпоха Крита-Микенской или Эгейской цивилизации. Позже возникли греческие полисы, а также античные колонии Северного Причерноморья, Великой Греции и Малой Азии. Культурный уровень развития распространялся на весь Средиземноморский регион, что нашло отражение в архитектуре, театре, науке и философии. Александр Македонский Полисы Афины и Спарта сыграли ведущую роль в победе над Персией, однако позже сами были побеждены филами, а впоследствии и македонским царством. Последнее, под руководством Филиппа II Македонского и его сына Александра Великого, достигло чрезвычайной мощи, которая была предвестницей начала эпохи эллинизма. Однако Македония была уничтожена римлянами в 146 году до н.э., и Эллада стала зависимой от Римской Республики. Дальнейшее взаимовлияние эллинской и римской культур формализуется в культуре Византийской империи. Она оставалась основным культурным центром на протяжении тысячи лет, до своего падения под натиском Османской империи 29 мая 1453 года. Во времена османского владычества существовала система османских милетов, помогавшая православным грекам сохранять свои традиции на протяжении четырех веков и способствовавшая их сплоченности на основе религии, которая сыграла важную роль в формировании современного греческого самосознания. Новогреческий период. Иоанн Каподистрия, первый президент Греции. Основная статья. История современной Греции. Греческая революция. Свою независимость от Османской империи Греция получила в 1830 году, после национально-освободительной войны 1821-1829 годов. Первым президентом независимой Греции стал Иоанн Каподистрия, Однако вскоре в Греции была установлена монархия и на престол был приглашен несовершеннолетний Аттон Баварский из династии Ветельсбахов. Восстание 3 сентября 1843 года. Заставило короля Аттона предоставить конституцию и основать представительское национальное собрание. В 1863 году Аттон был свергнут, а на греческий престол был приглашен датский принц Вильгельм, который стал Георгом I. В честь его коронации Великобритания подарила Греции Иоаннические острова. В 1877 году по инициативе Харилааса Трикупеса, наиболее яркой фигуры греческой политики того времени, король был лишен права влиять на национальное собрание путем выдвижения вотума недоверия премьер-министру страны. Премьер-министр Элифтериас Венезелос. После завершения Балканских войн 1912-1913 годов Греция значительно расширила свою территорию. В последующие годы политическая борьба между королем Константином I и премьер-министром Элифтериосом Венезелосом расколола греческое общество накануне Первой мировой войны. После завершения последней Греция вступила в войну с Турцией, возглавляемой тогда Мустафой Кемалем Ататюрком. Эта война привела к потере Греции, части территории и массовому обмену населением между двумя странами в рамках подписанного 24 июля 1923 года Лозунского мирного договора. 28 октября 1940 года фашистская Италия потребовала от Греции предоставить плацдарм для размещения своих сил, на что премьер-министр Иоаннис Метаксас отказал категорическим нет, понимая, что теперь война для Греции становится неотвратимой. Хотя немецкие войска были выведены села территории страны в 1944 году в результате наступления советской армии в направлении Югославии, с 28 октября 1942 года в Греции празднуют День Ответа Нет на ультиматум стран Оссии Италии и Германии как общенациональный праздник, День Охи. Сгреч. Нет. В Гражданской войне 1946 года Коммунистическая партия Греции потерпела поражение. В 1949 году в Греции восстановлена монархия, которая была окончательно отменена 21 апреля 1967 года, после военного переворота черных полковников, поддерживаемых Соединенными Штатами Америки. После свержения военной хунты в 1975 году была принята новая Конституция, в страну из Парижа вернулся предыдущий премьер-министр Константинес Караманлис, а по результатам всенародного референдума монархия была упразднена и Греция стала парламентской республикой. В противоположность новой демократии Караманлиса Андреас Папандрео основал Пасок. Эти партии и сейчас остаются наиболее влиятельными в стране. В 1980 году Греция повторно присоединилась к Военному Союзу НАТО. В 1974 году она вышла из него в знак протеста против оккупации Северного Кипра. Членом Евросоюза Греция стала 1 января 1981 года. В декабре 2008 года в Афинах вспыхнули массовые беспорядки, которые быстро охватили и всколыхнули всю Европу. Причиной беспорядков было давно нарастающее недовольство экономическим положением, которое значительно осложнялось в связи с начавшимся в том же году всемирным экономическим кризисом. Поводом к развертыванию массовых акций протеста, которые нередко перерастали в погромы и беспорядки, стало убийство 6 декабря 15-летнего подростка патрульным афинской полиции. С весны 2010 года настоящим испытанием для правительства стали почти непрерывные общенациональные забастовки, беспорядки и теракты. 25 января 2015 года были проведены внеочередные парламентские выборы. Победу одержала Коалиция радикальных левых «Сириза», за которую проголосовало 36,34% избирателей. Из 300 мест в парламенте Коалиция радикальных левых «Сириза» получила 149 мест. В 2020 году президентом Греции избрана Катерина Соколарапулу. Она стала первым президентом женского пола. Политика. Основные статьи. Конституция Греции, премьер-министр Греции, президент Греции, парламент Греции и правительство Греции. Смотри. Также. Политические партии Греции. Греция – унитарное государство, состоящее из 52 административных единиц, областей, номов. В 1983 году законодательно установлено, что вопросами местного значения ведают советы, избираемые населением путем прямых выборов. Действующая Конституция вступила в силу 11 июня 1975 года. По форме правления Греция – парламентская республика. Политический режим демократический. Здание парламента страны в центре Афин. Законодательная власть принадлежит парламенту, однопалатному представительному органу, который избирается путем всеобщих прямых выборов сроком на 4 года. В его состав должно входить не менее 200 и не более 300 человек. Палата собирается один раз в год на очередную сессию, которая длится не менее пяти месяцев. В начале каждой сессии она образует из своих членов парламентские комиссии в целях подготовки и изучения законопроектов и законодательных предложений. Законодательная деятельность осуществляется, как правило, в ходе пленарных заседаний. Однако часть законопроектов рассматривается и принимается на секциях, число которых не может превышать 2. Конституция определяет, по каким вопросам законопроекты могут быть приняты на пленарном заседании, а какие передаются на рассмотрение секций. Законопроекты, принимаемые парламентом, должны быть ратифицированы президентом, а президентское вето может быть преодолено, признано недействительным, абсолютным большинством голосов общего числа депутатов. Прокопис Павлоповос, президент республики в 2015-2020 годах. Глава государства, президент, который избирается парламентом сроком на 5 лет. Конституция наделила президента широкими полномочиями, возложив на него осуществление исполнительной власти. Президент назначает премьер-министра и по его рекомендации назначают и отзывают других членов правительства. По заключению Совета Республики, консультативного органа, который образуется при президенте в предусмотренных конституциях и случаях, президент может сместить правительство, если оно утратило доверие парламента. В исключительных случаях он председательствует в Совете министров. Президент созывает парламент на очередные сессии один раз в год и на чрезвычайные, когда найдет нужным. Он вправе отложить проведение парламентской сессии на срок до 30 дней. В полномочия президента входит также утверждение и промульгация законов, принятых парламентом, и возможность возвратить проект законов в парламент для повторного рассмотрения. Президент может назначать референдум и направлять послание нации. Наконец, он является главой вооруженных сил. Помимо этого президент осуществляет ряд прав с министерской контрасигнацией. К их числу относятся право представлять страну во внешних сношениях, объявлять войну и заключать мир, а также право распускать парламент, если он после три голосования не может избрать президента или когда парламент находится в разногласиях с общественным мнением либо не может обеспечить стабильность правительства. В марте 1986 года была принята серия поправок, лишивших президента ряда важных полномочий, в том числе права смещать премьер-министра. Распустить парламент он может только в том случае, если отставка два правительств подряд показывает отсутствие политической стабильности. Ограничено его право объявлять референдум, а право провозглашать чрезвычайное положение, передано парламенту. Бывший министр иностранных дел Греции Ставрос Ламбренидис на выступлении в Генассамбле ООН, 2011 год. Исполнительная власть осуществляется правительством Греции, которая состоит из премьер-министра и министров. Один или несколько из них могут быть назначены вице-премьерами. Правительство формируется партией, получившей большинство мест в парламенте. Премьер-министром становится лидер этой партии. В течение 15 дней с того момента, как он принесет присягу, правительство должно поставить вопрос о доверии перед парламентом. Палата депутатов вправе взять обратно свое доверие правительству или одному из его членов. Резолюция порицания может вноситься только через 6 месяцев после отклонения Палаты предшествующей резолюции. Резолюция порицания должна быть подписана по меньшей мере 1 дробь 6 частью депутатов. Правительство определяет и проводит общую политику государства в соответствии с Конституцией и законами. Члены Совета министров и государственные секретари несут ответственность за упущения, совершенные при выполнении своих функций, согласно положениям законов об ответственности министров. Также существует союз уборщиков и дворников, секретарь Константина Кунева, и анархо-синдикалистские профсоюзы. Флаг о Фолбэния. Кс Фолбания эфэлоджи оф Зе Репаблик оф Масадония. Кс Северная. Македония эфэлоджи оф Болгария. Кс в Болгарии эфэлоджи оф Теорки. Кс в Типция флаг оф Грис. Кс в Грюцея, Фенесалонике, Кавалатасас, Александруполис, Самофракия, Корфу, Игуменица, Лариса, Волос, Янина, Халкис, Патрас, Каринф. Нафплиан, Спарта, Ариополис, Перейлавриан, Ираклиан, Македан, Ияфракия, Эпирфис, Алия, Фбея, Пелопониск. Олимплиф, Каскифалиния, Закинфлимнос, Лесбос, Хиес, Самос, Андрос, Тинос, Никонос, Икорея, Патмос, Наксос, Милос, Сантореникос, Родос, Карпатас, Кассос, Кетира, Гавдос, Эгейское море, Критское море, Мертойское море, Ионическое море, Средиземное море, Крит, СВ, Эгейские острова, Кеклада, Додеканес. Греция расположена в южной части Балканского полуострова и на прилегающих к нему и к побережью Малой Азии островах и занимает площадь 132000 км, в том числе площадь островов 25,1 тысяча км, граничит с Албанией, Северной Македонией, Болгарией и Турцией. Омывается Средиземным морем, в том числе, Ионическим, Эгейским морями, а южное побережье Крита, Ливийским морем. В состав Греции входит около 2000 островов, на которые приходится почти 20% всей страны. Протяженность сухопутных границ – 1110 км. Территория Греции может быть разделена на три части. Материковая Греция, в состав которой входят Македония, Салоники, Флорина, Пела, Ковала, Кастория, Халкидики и Дер, Фракия, Родопик, Санти и Эврос, Ипир, Тиспротия, Превиза, Янина и Дер, Фессалия, Лариса, Магнесия и Дер. И Центральная Греция, в Теотида, Факида, Атика и Дер. Также географически к этому региону можно отнести Ионические острова. Пелопонез, крупнейший полуостров Греции и очаг древнейшей цивилизации Европы, включает Номы Аркадия, Лакония, Мессиния и так далее. Здесь же расположен знаменитый Каринфский канал, прорытый французской фирмой для греческого государства в XIX веке. Острова Эгейского моря, крупнейшими из которых являются Крит, пятый по территории в Европе, 8259 километров. Эвбея, 3654 километра. Соединен с континентом мостом, переброшенным через пролив Эвреб. Лесбос, 1630 километров. Расположено берегов Турции. Также здесь расположено множество групп небольших островов, северные спарады, кеклады, додеканес. Рельеф. Гора Олимп. Монастыри Метеоры. Центральная Греция. Греческий ландшафт, это чередование скалистых, обычно безлесных гор, густонаселенных долин, многочисленных островов, проливов и бухт. Живописные скалы, пляжи, экзотические гроты предоставляют большие возможности для отдыха на море и горного туризма. Широкое распространение известняков, особенно в западной части страны, привело к формированию карстовых воронок, пещер, привлекающих любителей испытать свои силы в спелеологии. Горные массивы занимают почти четверть поверхности территории страны. Это преимущественно средневысотные горы, до 1200-1800 метров. Высшая точка Греции, гора Олимп, 2917 метров. Выше 2000 метров поднимаются также Пинт, Парнас, горная цепь центральной Греции и Тайгет. Равнин мало, сосредоточены они в восточной половине страны, за исключением Пелопоннеса, где равнины преобладают на западном побережье. В Греции бывают сильные землетрясения. Климат. Типичный солнечный и теплый средиземноморский климат. Остров Санторини. Климат Греции можно разделить на три типа. Средиземноморский, альпийский и умеренный, каждый из которых влияет на определенную территорию. Горный хребет Пинт сильно влияет на климат материковой части страны. Регионы, расположенные западнее склонов Пинда и Пир, получают большее количество осадков, чем регионы, расположенные на восточной стороне хребта. Фессалия. Остров Закинф, пляж Новаю. В состав Греции входит более двух тысяч островов, от крупных, Крит, Эвбея, до крохотных, Патмос, Хриси, Мюэсте. На их долю приходится около 20% всей греческой территории. Все острова разделяются на несколько групп. Ионические острова, расположены в Ионическом море, у западных берегов Греции. Крупнейший остров, Кефалиния. Северные Эгейские острова, расположены на севере Эгейского моря, у берегов Турции. Крупнейший остров, Лесбос. Северные Спарады и остров Эвбея, расположены у восточных берегов Греции. Кеклады находятся в центре Эгейского моря. Центр древней развитой киклатской культуры. Здесь расположены в основном небольшие острова. Андрос, Наксос, Миконос, Санторини. Дедиканес, группа островов, расположенных на юге Эгейского моря, у берегов Турции. Иногда также их называют южными спарадами. Это важный центр туризма в Греции. Крупнейший остров, Родос. Крит, крупнейший остров Греции. Центр древней критской цивилизации. Рядом с островом расположено множество небольших островков-спутников, Хрисии и так далее. С юга остров омывается Ливийским морем. Полезные ископаемые. Основная статья. Полезные ископаемые Греции. Флора и фауна. На территории Греции сохранилось не так много видов диких животных, популяции их невелики. Это связано с многотысячелетней историей этой страны, более 8 тысяч лет люди активно истребляли животных и растения на территории Греции. Типичны здесь небольшие животные. Зайцы, барсуки, дикобразы и различные виды мышей. Из крупных млекопитающих наиболее распространены бурый медведь, шакал, лисица, рысь и дикий кабан. Множество видов животных занесено в Красную книгу, среди них морская черепаха-карета и тюлень-монах. Многочисленны в Греции присмыкающиеся змеи и ящерицы. Среди птиц чаще всего можно увидеть диких уток, зимородков и куропаток, а также хищников, сов, орлов и коршунов. В прибрежных территориях водится много чаек, а в водах Греции огромное разнообразие моллюсков и рыб, хотя запасы последних значительно сократились в последнее время. На территории Греции распространены более пяти тысяч видов растений. Широко распространены в Греции небольшие растения и кустарники. Маквиз и фригана. На полуострове Халкидики часто встречаются сосновые леса. Распространены кипарисы и платаны. Возраст некоторых достигает нескольких тысяч лет. Очень распространена олива, одно из ценнейших деревьев Греции и всего Средиземноморя. Административное деление. Ранее Греция делилась на 13 административных округов, которые делились на 54 нома. Или префектуры. Также в составе Греции был один автономный регион, Афон. Святая гора. В районе горы Афон, монашеское государство, управляемое Советом из представителей 20 афонских монастырей. Реальное самоуправление существовало на уровне номов и более мелких образований муниципалитетов. Во главе муниципалитета стоял мэр, во главе нома, губернатор. Однако с 1 января 2011 года, в соответствии с программой Каликратиса, закон 3852 дробь 2010, административная система Греции была кардинально пересмотрена. Прежняя система из 13 регионов, 54 префектур и 1033 муниципалитетов и общин была заменена 7 децентрализованными администрациями, 13 регионами и 325 муниципалитетами. Регионы и муниципалитеты полностью самоуправляются, начиная уже с первых выборов, назначенных на 7 ноября и 14 ноября 2010 года. Децентрализованные администрации управляются генеральным секретарем, назначаемым правительством Греции. Автономное монашеское государство Святой Горы освобождается от этих реформ. Столица Греции, город Афины, в древности название использовалось во множественном числе. Один из древнейших городов мира и одновременно одна из самых молодых столиц в Европе, этот статус город приобрел только в 1834 году после событий греческой национально-освободительной войны XIX века. До того столицей Греции в 1828-1833 годах был навпрян. В настоящее время в столице живет около 35% всего населения страны, вместе с Переем насчитывается около 4 миллионов жителей. Салоники, столица греческой области Македония, второй по значению и величине город Греции, расположенный на берегу залива Термоикос. На протяжении многих веков Салоники оставались важным культурным и главным религиозным центром Греции. Сегодня это также мощный экономический и образовательный центр страны. Ежегодно в Салониках проводится одна из крупнейших в мире международных выставок, а местный университет Аристотеля является крупнейшим высшим учебным заведением Греции. Статус автономного региона имеет монашеская республика Афон, расположенная в центральной и южной части восточного полуострова Халкидики Айон-Арос. Это самоуправляемая община 20 православных монастырей, что с 1313 года находится под непосредственной церковной юрисдикцией патриарха Константинопольского. Суверенитет Греции над полуостровом закреплен Лозунским соглашением 1923 года. В отличие от других епархий Константинопольского патриархата, на Афоне используется юлианский календарь, в том числе в административных документах. Для православных всего мира Афон – одно из главных святых мест, а также объект мирового наследия ЮНЕСКО. ЭКОНОМИКА Основные статьи. Экономика Греции, сельское хозяйство Греции, транспорт в Греции, общенациональная забастовка и акции протеста в Греции. 2010-2012. ЭКОНОМИКА ГРЕЦИЯ. Порт города Салоники – один из крупнейших в Греции. Карта регионов Греции по ВВП на душу населения. Данные Евростата, 2008 год. Динамика экономического роста Греции в период 1961-2010 годов. В сравнении со средним по Еврозоне, начиная с 1996 года. Падение греческой экономики началось в 2009 году. После Второй мировой войны Греция пережила греческое экономическое чудо. Темпы прироста ВВП в среднем составляли 7% в период между 1950 и 1973 годами. С тех пор Греция предприняла ряд структурных и финансовых реформ, получая при этом значительную финансовую поддержку Европейского Союза. В 2001 году Греция присоединилась к Еврозоне. Ежегодный прирост ВВП превышал соответствующий уровень большинства ее партнеров в ЕС. В современной экономике Греции сфера услуг составляет наибольшую долю и представляет собой наиболее важный и в то же время быстро растущий сектор экономики, за которым следует промышленность и сельское хозяйство. Туризм в Греции, один из основных источников валютных поступлений, он приносит государству свыше 15% ВВП и работу 16,5% от общего количества занятого населения. На государственный сектор Греции приходится около 40% ВВП, однако правительство предпринимает все меры по дальнейшему снижению его доли. В промышленном секторе преобладают высокие технологии производства оборудования, особенно в области телекоммуникаций. Среди других важных отраслей, текстильная, химическая промышленность, строительных материалов, машиностроения, транспортного оборудования и электрических приборов. 10% ВВП приносит Греции строительство, поскольку недавно этот сектор переживал бум в связи с Афинской Олимпиадой 2004 года. Сельское хозяйство составляет в настоящее время лишь 7% ВВП. В начале 2000-х годов Греция была одним из ведущих инвесторов в экономике почти всех ее балканских соседей. Национальный банк Греции в 2006 году приобрел 46% акций Турецкого финансбанка и 99,44% акций Сербского воеводанско-бэнк. По данным Университета Гронингена, в период 1995-2005 годов Греция стала страной с наибольшим отношением работа, время среди других европейских стран. Греки работали в среднем 1900 часов в год, второе место заняли испанцы, 1800 часов в год. В 2007 году средний работник в Греции зарабатывал около 20 долларов в час. Эмигранты составляют почти одну пятую часть рабочей силы в Греции, они заняты в основном в сельском хозяйстве и строительстве. Трудовые ресурсы Греции на 2009 год составили 4,577 тысячных миллиона человек, или 46% от общего количества населения, это второй показатель среди стран ОЭС, после Южной Кореи, 48% от общего количества населения. Средний доход на душу населения вырос с 3661 в 2008 году до 31,804,28 тысячных долларов США в 2009 году. По покупательной способности население Греция в 2009 году заняла 25 место в мире. Одновременно количество безработных возросло с 9,8% в октябре 2009 года до 12,6% в сентябре 2010 года и до 13,5% в октябре 2010 года. По данным Индекса развития человеческого потенциала на 2007 год включительно, обнародованным 5 октября 2009 года, Греция занимает 25 место в мире. В 2001 году Грецию признали развитой страной. В 2013 году Греция стала первой в мире страной, которая потеряла статус развитого государства. Из-за мирового финансового кризиса экономика Греции в конце 2009 года находилась в затруднительном положении. Дефицит бюджета составил 12,7% ВВП, при разрешенных в еврозоне 3% от ВВП. Правительство начало широкую программу приватизации, дважды выпуская глобальные облигации, однако весной 2010 года экономика оказалась на грани дефолта, что обвалило евровалюту до годового минимума. 16 стран Евросоюза и МВФ договорились о выделении Греции финансовой помощи в размере 110 миллиард евро. 80 миллиард от ЕС и еще 30 миллиард от МВФ. При условии введения жесткой программы экономии, сокращения, замораживания заработной платы, повышения пенсионного возраста, повышения налогов, что обернулось для страны волной забастовок, массовых акций протеста и беспорядков. Ради наполнения налоговой корзиной правительство объявило налоговую амнистию, а также начали борьбу с коррупцией среди государственных должностных лиц. Наибольшую огласку получили дело Ватапецкого монастыря на Афоне и коррупционный скандал с компанией «Сименс» в Греции. В стране высокий уровень доходов. Греция – единственная страна Евросоюза, где минимальный размер оплаты труда уменьшался, с 2008 по 2019 год. С 2017 года экономика стала расти, в 2017 и 2018 годах прирост ВВП составил менее 2% в год. 1 февраля 2019 года минимальный размер оплаты труда в Греции был повышен до 650 евро в месяц. Это первое повышение МРОД за 7 лет с момента начала долгового кризиса в стране. До 2012 года МРОД в 14 выплат в год составлял 751 евро, затем он был снижен до 586,08 евро для граждан старше 25 лет и до 510 евро для молодежи. Таким образом, повышение минимальной зарплаты для большинства населения составило около 11%, а для молодых людей ее увеличение превысило 27%. Индекс Кейтцео – соотношение между минимальной и средней заработной платы в стране. В Греции по состоянию на 1 январь 2019 год. Средняя евро 1060,45 и минимальная евро 683,76. Составляет около 64%. Парфенон после Греческой революции, 1820-е годы. Гравюров. Миллера, 1829. Сработы 10. Вильямса, 1822. Значительная доля дохода в Греции поступает от сферы туризма. Именно на нее, по данным 2009 года, приходится 15% ВВП страны. В то же время, по данным Министерства экономики и конкурентоспособности, если учесть скрытые доходы, 36% на 2007 год. Вклад туризма составит 18-20% ВВП. Кроме того, в сфере туризма занято около 900 тысяч человек, в том числе в сфере Хоурека, 6,9% общего количества населения, это третий показатель в ЕС после Мальты и Испании. В 2008 году Греция приняла 17,5 миллиона туристов. В 2014 году это число выросло до 22 миллионов человек. Больше всего любят отдыхать в Греции туристы из Германии и Великобритании, в 2014 году из этих стран приехали 2,46 миллиона и 2,09 миллиона человек соответственно. По данным опроса, проведенного в Китае в 2005 году, Греция была названа китайцами туристическим выбором номер один. В 2007 году Грецию посетило свыше 19 миллионов туристов, подняв ее в первую десятку туристических направлений мира. Остров Родос был признан лучшим курортом европейскими туристами. В 2008-2009 годах количество туристов несколько сократилось. Греческие ательеры надеются увеличить долю туристов из стран СНГ общим ведением систем размещения all-inclusive и наймом русскоязычного персонала. Среди наиболее известных и популярных туристических центров Греции. Историко-культурных, Афины, Дельфы, остров Корфу, Крит. Центры пляжного отдыха, полуостров Халкидики, острова курорты Миконос, Санторини, Порос и Крит. Центры паломничества христиан, Святая гора Афон, Метеорские монастыри, Византийские памятники Солоник. Базилика святого Димитрия, Базилика святой Софии и другие. Занесены в перечень объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Возрастно-половая пирамида населения Греции на 2020 год. По оценке Евростата по состоянию на 1 января 2010 года, население Греции составляет 11 309 885, мужчин 49,49%, женщин 50,51%. Средний возраст, по подсчетам на 2010 год, составляет 41,2 года, для мужчин 41,1 год. 2008-40 лет, для женщин 43,2 года, 2008-42,3. Соотношение полов по возрасту следующее. При рождении, 1,64 муж. Жен. До 15 лет, 1,06 муж. Жен. Жен. От 15 до 64 лет. 1,0 муж. Жен. 65 лет и старше. 0,78 муж. Жен. Все население. 0,96 муж. Жен. Рождаемость в 2010 году составила 9,34 детей на 1,000 жителей. 2007-9,62 детей. Ежегодный прирост населения составил 0,106%, 2007-0,163%. Уровень смертности составляет 10,6 на 1,000 человек, 2007-10,33. Уровень детской смертности соответственно, 5,8 на 1,000 человек, 2007-5,34. Распространенность ВИЧ-СПИД среди взрослых с 2001 года остается неизменной и составляет 0,2%. Лиц, живущих с положительным статусом ВИЧ-СПИД, в Греции насчитывается до 11 тысяч, смертность от ВИЧ-СПИД, менее 100 человек в год. Греки, стремительно стареющая нация. По данным Евростата доля населения в возрасте старше 75 лет к 2050 году увеличится с 19% до 31%. Сегодня количество работающих в стране составляет 4 человека на 1 пенсионера, прогнозируется снижение количества трудящихся до 2 человек. Средняя продолжительность жизни по подсчетам на 2010 год, составляет 79,8 лет, среди мужчин – 77,24 лет, 2007-74,6. Среди женщин – 82,52 лет, 2007-79,4. Карты первых 50 стран с наибольшей численностью мигрантов из Греции. В городах проживает 61%, 2007-58,8%. Всего населения, прогнозируемый ежегодный прирост достигает 0,6%. Плотность населения – 85,3 жителей на КМ-2. 2007-82,9. Наиболее густонаселенные города Греции. Афины, Салоники, Перей, Патры, Ираклиан, Лариса и Волос. Греческая свадьба – Наксос. Большинство населения Греции составляют греки – 93%. Хотя эти данные оспариваются из-за разночтения данных по меньшинствам, особенно языковым. Есть мнение, что греческая статистика не ведет учет населения по национальности, но это ложное умозаключение. Основным официально признанным религиозным меньшинством современной Греции являются мусульмане Фраки и Дадиканецких островов, включающие турок. 1% населения Греции. Тумаков, болгороязычные мусульмане – 0,3%. И цыган-мусульман – 0,1%. Но здесь Греция следует букве Лозанских соглашений 1924 год. И требует того же от Турции, поскольку эта часть населения осталась в пределах Греции на тех же условиях, что должны были защищать греческое меньшинство Константинополя и островов Умброс и Тенедос. Греческого меньшинства в Стамбуле практически уже нет. Есть меньшинства, которые выделяются в основном учеными-этнографами на языковых основаниях, но тут есть своя специфика. Албанцы – 4%. В том числе арнауты. Это двуязычное население с греческим самосознанием, давшее стране десятки национальных героев в борьбе с турками и арнаутами-мусульманами, славяноязычные греки или македонские славяне. 1,2%. Которые в начале 20 века называли себя болгарами и признавались таковыми, арамуны. 1,1%, включая мегленитов. Это двуязычная группа с греческим самосознанием, давшая стране национальных героев и добрую половину ее меценатов, православные цыгане. Еще 0,8%. Официально признаются армяне, сербы – 0,3%, арабы – 0,3%, евреи – 0,05% и другие. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Греции проживало 1,2 миллиона иммигрантов и их потомков, или 11,6% населения страны. За границей проживает более 4 миллионов греков, из них свыше 2 миллионов в США, Канаде и Австралии. Господствующая в Греции религия является религия Восточной Православной Церкви Христовой. Православная Церковь Греции, признающая своим главой Господа нашего Иисуса Христа, неразрывно вероучительно связана с Великой Церковью Константинополя и со всякой другой единоверной Церковью Христовой, неуклонно соблюдает, так же как и они, святые апостольские и соборные каноны и священные традиции. Она является автокефальной и управляется Священным Синодом Архиереев, находящихся на церковной службе, и избираемым ими постоянным Священным Синодом, который создается в порядке, определяемым Уставом Церкви, в соответствии с положениями Патриаршего Томаса от 29 июня 1850 года и деяния Синода от 4 сентября 1928 года. Существующий в определенных районах государства церковный режим не противоречит положениям предыдущего пункта. Текст Священного Писания сохраняется неизменным. Официальный перевод его на какую-либо иную форму языка без предварительного дозволения со стороны автокефальной Церкви Греции и Великой Церкви Христа в Константинополе запрещается. Конституция Греции Монастырь Мигала Метеора Конституция Греции признает православие ведущей религией в стране, одновременно гарантируя свободу вероисповедания для всех граждан. Правительство Греции не ведет официальную статистику о религиозной принадлежности своих граждан. По данным социологического исследования Евростата на 2010 год, 79% греков ответили, что верят в Бога, что является третьим показателем среди стран-членов ЕС, уступая только Мальте и Кипру. 97% граждан Греции определяли себя как греческие православные, согласно данным правительства США за 2006. Доминирует греческая православная церковь, ее глава, архиепископ Ироним II, резиденция которого находится в Афинах. Вместе с тем, весь север страны и Дадиканецкие острова входят в каноническую территорию Константинопольской церкви. Также Константинопольской церкви подчиняется монастырское государство на Святой горе Афон, а полуавтономией является Критская православная церковь. Руины церкви Богородицы ночью в городе Родос, остров Родос, Греция. XIV век, немногочисленные жители нескольких островов Эгейского моря, в свое время принадлежавших Венецианской республике, являются католиками. В Афракии и на острове Родос помимо греков живут турки-мусульмане. 1,3%. Иудаизм существует в Греции в течение более двух тысяч лет. Сефарды некогда составляли многочисленную общину в городе Салонике, однако Холокост смогли пережить не более 5500 человек. Община протестантов насчитывает в стране около 3000 человек. Это Ассамблея Бога и Евангелиста и Баптиста. Свидетели Иеговы около 30 тысяч человек. В 2017 году эллинский политеизм, или эллинизм, был юридически признан в качестве активно исповедуемой религии в Греции. Количество активно практикующих – 2000. Человек. Под эллинизмом понимаются различные религиозные движения, которые продолжают, возрождают или реконструируют древнегреческие религиозные обычаи. Древнегреческая религия. Наука и технологии. Научный центр и музей технологий Университета Аристотеля, Салоники. Естественные технические науки получили развитие в Греции после обретения независимости, хотя и до этого времени были опубликованы отдельные труды по медицине, в частности Спиридона Вландеса, 1820. Основанный в 1837 году, Афинский университет быстро стал научным центром страны. В 1887 году его кафедры естественных наук объединили в отдел, а впоследствии факультет естественных наук. Развитию наук также поспособствовала индустриализация, на путь которой Греция стала во второй половине XIX века. В конце века химик Анастасиас Христоманос, основатель специализированной лаборатории, исследовал греческие руды на целый ряд полезных ископаемых. Генеральный инспектор лаврионских рудников, в будущем первый президент Афинской академии, Фокион Негрис опубликовал обширные сведения о геологическом строении, а физик и математик Константинос Митциопулос исследовал сейсмичность в Греции. Исследованиями растительного и животного мира занимались биологи Теодорос Арфанидис, Греич. Русск. Теодор Генрих Герман фон Билдрюих, Спиридон Миллиаракис, Иоаннис X. Политис. Основы медицины в Греции заложил Георгиас Скловунос, автор «Анатомия человека». 1906. В начале 20 века рост темпов экономического развития способствовал подъему технических наук, центром которых стал Афинский политехнический институт. В 1837 году было основано Греческое археологическое общество для оживления археологической науки, создания условий надлежащего сохранения древностей. За полвека этому делу способствовали также иностранные археологические школы в Афинах, которые действуют и по сей день. Французская, 1846. Немецкая, 1874. Американская, 1881. Британская, 1886. Австрийская, 1898. Среди собственно греческих археологов широко известны Константинос Куруньотис, Николаас Платон, Кириакас Питакис, Валериас Стаес, Арис Пулиянос и действующий руководитель реставрационных работ на афинском Акрополе Манолис Коррес. Штаб-квартира телекоммуникационной компании АОТ. На современном этапе ведущее научное учреждение в области физических наук, Центр ядерных исследований Демокрит, основанный в 1961 году Вае Параскиви. Он имеет атомный реактор, субкритичный реактор и генератор Ванда Графа. Исследования по астрономии, физике атмосферы, сейсмологии и метеорологии осуществляет Афинская национальная обсерватория. Научными исследованиями по прикладной математике занимается профильное бюро и вычислительный центр Афинской академии наук. Важнейшие работы в области электроники, искусственного интеллекта, электрохимии, аэродинамики проводятся в Университете Аристотеля и Афинском техническом университете. Иоаннис Аргирис, греческий математик и инженер, один из авторов метода конечных элементов и метода прямой жесткости. Математик Константин Каратеодорий работал в области действительного анализа, вариационного исчисления и теории мер в начале 20 века, его учение помогло Альберту Эйнштейну в математической части его теории относительности. Биолог Фотис Кафатос, пионер в области молекулярного клонирования и геномики. Димитрис Нанопуос, известный физик-теоретик, сделал значительный вклад в отрасли физики элементарных частиц и физической космологии. Георгес Папаниколов, пионер цитологии и ранней диагностики рака, изобретатель ПАП-теста. Греческий дизайнер автомобилей Олег Исигунис создал конструкцию автомобиля Мини, в то время как Михалис Дертузос был одним из пионеров интернета. Широко известны в мире греческие информатики Христос Пападиметрио, Диамидис Спенелис, Иосиф Сифакис, Михалис Янакакис. Николас Негропунти основал медиалабораторию Массачусетского технологического института и программу One Laptop Per Child. Образование Образование в Греции является обязательным для всех детей в возрасте от 6 до 15 лет. Оно включает начальное шестых классов и неполное среднее гимназия третьего класса образования. Существуют дошкольные учреждения. Ясли сады Для детей от 2,5 лет, работающие отдельно или в составе детских садов. Большинство детей начинают ходить в детский сад за 2 года до поступления в школу, с 4 до 6 лет. Следующий этап – начальная школа, обучение в которой продлится 6 лет. Среднее образование также разделено на 2 этапа. Базовое среднее – гимназия. И полное среднее – лице или профессионально-техническое училище. Обучение на каждой из ступеней длится 3 года, на вечерней форме обучения в училище – 4 года. Есть разные виды средних школ. Религиозные, спортивные, музыкальные, специальные школы для детей с ограниченными возможностями, даже школы для взрослых, которым не удалось получить среднее образование в юношестве. Система оценок в средней школе 20-ти бальная, чтобы перейти на следующий курс, необходимо набрать 10 баллов. По окончании гимназии ученик получает аттестат, который позволяет ему продолжить обучение в лице или профессиональном училище, где помимо общего образования ученики получают профессиональную подготовку. В конце каждого года сдаются экзамены. Переводные – в первые два года и выпускные – в конце обучения. После успешной сдачи экзаменов выпускники получают аттестат о законченном среднем образовании, с которым они могут поступить в высшее учебное заведение, университет или техническое образовательное учреждение. Система высшего образования в Греции делится на два сектора – университетский и технический. На данный момент в Греции есть 24 университета и 16 технических образовательных учреждений – ТЭИ, обучение в которых имеет более прикладной характер. Чтобы стать студентом греческого вуза, не нужно сдавать вступительные экзамены. Конкурс проводится по среднему балу в аттестате. Культура. Основная статья. Культура Греции. Смотри. Также. Праздничные и памятные дни Греции и греческая кухня. Культура Греции формировалась на протяжении многих тысяч лет, начиная со времен Минойской цивилизации, формирование шло во время классической Греции и Греции времен римского господства. Османское господство также оказало влияние на культуру греков. Но даже во время греческой революции создавались великие произведения литературы, музыки, живописи. Огромное влияние на всю культуру современной Греции оказало православное христианство. Некоторые исследователи, например, Роберт Каган, считают, что современная культура Греции гораздо больше связана с культурным наследием Византийской и Османской империй, нежели с культурой Древней Эллады. В то же время, как отмечает историк Хаверфордского колледжа. Китров. Мысль о том, что современные греки происходят непосредственно от древних греков, является одним из основополагающих моментов самоосознания современной греческой нации. В Греции 18 мест всемирного наследия ЮНЕСКО. Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Греции. Греческий язык. Основные статьи. Греческий язык и новогреческий язык. Карта распространения языков в стране. За исключением греческого. Сегодня греческий язык имеет доминирующее положение среди других в Греции. Греческий язык. Один из древнейших среди современных языков мира. Им пользуются уже более четырех тысяч лет, а греческая письменность существует уже три тысячи лет. Сегодня греческий язык, основа словаря любого индоевропейского языка, большинство базовых понятий научной лексики также имеют частично греческое происхождение. Современный же греческий язык, демотика, южногреческий диалект, адаптированный в качестве стандартного варианта языка. Он значительно отличается от Кафаревусы, которая, по сути, была искусственно создана на основе древнегреческого кайне и насаждалась по инициативе Адамантиаса Караеса, греческого писателя, просветителя и активного общественного деятеля эпохи национально-освободительного движения XIX века. Греция всегда была относительно однородной страной в лингвистическом отношении. В начале XX века произошел греко-турецкий обмен населением, который еще больше усилил процесс ассимиляции этнических меньшинств. Ныне греческим как первым или даже единственным языком пользуется около 99% населения страны. Основные диалекты греческого языка. Понтийский диалект, Каппадокийский диалект, Цаконский диалект, Еврейско-греческий диалект. В последнее десятилетие распространение интернет-услуг и мобильной связи вызвало латинизацию греческого письма. Это явление известно как грек-лиш. Англ. Грек-лиш. Он распространен по всей греческой диаспоре и даже в странах с большинством греческого населения, в Греции и Кипре. Философия, Платоновская академия, Рафаэль. Основная статья. Древнегреческая философия, западная философская традиция зародилась в Древней Греции еще в VI веке до н.э. Первых древнегреческих философов принято называть досократиками, большинство их работ не сохранились даже фрагментарно. Среди досократиков отдельное место занимают семь античных мудрецов. Один из них, Фалес Милецкий, со времен Аристотеля считается первым философом Греции, который принадлежал к так называемой Милецкой школе. За ней следовала Элейская школа, которая занималась философией бытия. Классический период греческой философии традиционно ассоциируется с Сократом, Платоном и Аристотелем. В эту эпоху древние Афины становятся центром греческой философии. Сократ первым задумывается над человеческой личностью, Платон основал академию и создал философию как логико-этическую систему, а Аристотель – науку-философию как учение о реально существующем мире. Среди других выдающихся философских школ, что позже возникали в Греции, следует отметить Стоицизм, эпикурейство, скептицизм и неоплатонизм. Выдающиеся представители греческого возрождения, 15-й Атиксии века, Клирик Теофилос Коридолеус, Николай Маврокардат, Викентиас Домодос, Мефодиос Антракитис. Для новогреческого просвещения характерно возвращение к древнегреческому наследию, его деятели Евгений Булгарис, Иосипас Мессиадакас, Вениамин Леспосский, революционер Ригас Фириос. В первые годы независимости от Османской империи распространения получила религиозная философия. Филиппос Иоанну, Петрос Брайлос Арменис, и Гегелинство. В начале 20-го века главным мотивом философских трудов становится попытка обосновать великую идею. Янис Камбисис, Иоаннис Зервос, Иондрагумис, политическим проводником которой выступал Элифтериас Венезелос, а в философии распространяются идеи позитивизма. Теофилос Вариас и Панайотис Аэсофитис. В послевоенное время влиятельными философскими направлениями стали Неокантианство. Иоаннис Теодорокопулос, Панайотис Канилопулос, Константинос Циацос. Феноменология. Константинос Георгулис или Андрос Вранусис. А также иррационализм, интуитивизм. Экзистенциализм представлен Йоргасом Сарандарисом, Диметриосом Капитанакисом, Христосом Юнарасом. Литература. Дионисиас Соломос, автор национального гимна Греции. Греческая литература делится на три периода. Древнегреческий, Византийский и Новогреческий. В Древней Греции литература расцвела раньше, чем сложились классическая наука, образование и искусство. Примерно в VIII веке до н.э. Гомер создал Илиаду и Одиссею поэмы, связанные с героическим эпосом, посвященным Троянской войне. Гесиот продолжил традицию Гомера в Теогонии. Фрагментарно до нас дошли стихи Сапфо и Анакрионта, чьи имена дали название Сапфической строфе и Анакрионтике. Как самостоятельный жанр развивалась древнегреческая драма, среди ее ярких представителей Эсхил, Сафоку, Эврипит, Аристофан. Адамантиас Карайес. Период византийской литературы охватывает IV-XV века, она написана на среднегреческом языке. До настоящего времени сохранилась литература, созданная главным образом церковью, сыгравшей важную экономическую и политическую роль в Византии. Вместе с тем последняя унаследовала традиции эллинистической прозы. Известная повесть Александрия XI и XII веков полна сказочных эпизодов из жизни Александра Македонского, христианизованных в разных редакциях. Особенно выделяется поэзия романа Сладкопевца, из более тысячи написанных им гимнов сохранилось около 80. Большое историографическое значение имеют хроники Георгия Амартола. Зарождение новогреческой литературы ознаменовала критская ренессансная поэма Эротокритас, написанная Вице-Йонзосом Корноросом народным языком. Поэма состоит из десяти тысяч стихов и воспевает доблесть, терпение и любовь героя Эротокрита. Однако настоящий толчок развитию новогреческой литературы дала греческая революция. Появляется Афинская школа пуристов, идейным лидером которой выступал создатель Кафариоса Адамантиас Корайес, ионическая школа во главе с Дионисиасом Соломосом, автором гимна Свободе, стал гимном Греции, которые пропагандировали живой народный язык, демотику. Литература XX века представлена талантами многих писателей и поэтов, среди которых Андреас Калвас, Янис Психарис, Александрос Палес, Ангелос Секелянос, Кастис Паламас, сказочница Пенелопа Дельта, Янис Рицас, Александрос Пападиамандис, Костас Кариатакис, Костас Варналис, Константинос Кавафис, Деметриус Викелос, Никас Казандзакис, а также нобелевские лауреаты Йоргос Сеферис и Одиссеос Элитис. Типичные для Греции дома с балконами и террасами, Афинский район Ниас Космос, Парфенон, Афинский Акрополь. В условиях демократии Древней Греции впервые создается целостная среда городов-государств-полисов. Развивается система регулярного планирования города селом, прямоугольной сеткой улиц и главной площадью, а горой, центром торговли и общественной жизни. Разработан тип жилого дома с помещениями, обращенными к внутреннему пространственному ядру, перистиль. Культовым и архитектурно-композиционным центром древнегреческого города был Акрополь с храмом, посвященным божеству, покровителю города. Классически завершенным типом храма стал Периптер. Самым ярким его примером считается главный храм Афинского Акрополя, Парфенон. На основе эстетического осмысления устойчиво-балочной конструкции в Древней Греции создается ордерная система архитектурной композиции, в которой гармонично сочетается высокая художественность архитектурных форм с совершенством конструкции и материала. Стремительное развитие общественной жизни древнегреческого полиса породило такие типы сооружений, как театр, стадион, полестро и так далее. Так, в древних Афинах появились Театр Диониса, а позже Адеон Герода Атического уникальный мраморный стадион Панатяна и Кос. В эпоху Средневековья в Греции развивалась главным образом монастырская архитектура, греческие города пришли в упадок. Народное жилье строилось различных типов, в зависимости от формы рельефа. Полноценно архитектура начинает развиваться с 1830-х годов, когда столицей стали Афины. Их план застройки создали греческие архитекторы Стаматиас Клеантис и Лиссандроско в Тонзаглу. Одновременно были приглашены архитекторы Теофил фон Хансен и Эрнст Зиллер, которые сооружают общественные здания, способствуют расцвету архитектурного неогреческого стиля. Церковная архитектура XIX века тяготела к Византийской. Начиная с 1920-х годов портовые города, Афины, Перей, Салоники, начинают быстро расти, в настоящее время формируется тип многоквартирного дома с многочисленными балконами и террасами, предложенный Кастасом Ки Цейкисом, характерной для Греции. В дальнейшем греческая архитектура воспринимает влияние функционализма и неоклассицизма. В период 1950-1960-х годов вокруг Афин выросли парковые пригороды с районами, застроенными вилами и особняками богатых греков с элементами народной архитектуры. Архитектор Димитрис Пикионис. Значительно меньше строилось дешевых многоквартирных домов. Архитектор Арис Константинидис. Однако росла потребность в возведении новых отелей и музейных помещений. Архитекторы Харламбос Сфаелос, Прокопиус Василиадис. Промышленное и офисное строительство развивал Такис Зенитоз. Музыка. Фольклорная музыка Греции во многом схожа с музыкой других балканских стран, Болгарии, Сербии, Северной Македонии, Албании. В них прослеживаются схожие ритмы, эмоциональная окраска песен. Танцы под традиционную музыку. Ребетика, греческая городская песня. Сформировалась в начале 20 века, когда после малоазиатской катастрофы в Грецию хлынуло множество обездоленных беженцев и музыка Ионии, то есть Запада Малой Азии, слилась с трактирной музыкой припортового греческого люмпан пролетариата. Стиль Ребетика подвергался гонениям со стороны греческих властей, так что эта музыка вышла из-под поля лишь в 1950-е годы при поддержке таких композиторов, как Манас Хадзедакис и Теодоракис, поддержавших Ребетику как музыкальное течение, несущее элементы древней византийской музыки. Одним из самых известных в мире греческих певцов является Демис Русос, начавший сольную карьеру в 1971 году. Современная популярная музыка испытывает большое влияние Запада. Но и в ней нередко прослеживаются традиционные для Греции мелодии и использование национальных инструментов, таких как бузуки. В 2005 году греческая певица Елена Папаризо с песней Number One выиграла конкурс Евровидения, впервые для Греции. Современная Греция подарила миру немало композиторов, близких к направлению New Age. Среди них всемирно известны Евангелис и я неименее известные Крис Сфирис и Стаматис Спанудакис. Среди молодежи весьма популярен рок, black metal сцена Греции одна из сильнейших в мире наряду со скандинавскими странами. Rotting Christ, греческая Dark, Black, Gothic Metal группа, созданная в Афинах в 1987 году, известна далеко за пределами страны. Вторая культовая рок-группа из Греции, оккультная black metal группа Некромантия. Третьей по значимости рок-группы из Греции стоит считать Doom, Dead Commando, Septic Flash. Оперная певица Мария Калас, современница и долгое время возлюбленная Аристотеля Анасиса, по праву считается феноменом в музыкальном мире. Из современных оперных певцов Греции выделяется Мариас Франгулис. Одна из лучших современных мировых гитаристок, Антигони Гани. По праву признанным и успешным исполнителем можно назвать Сакиса Руваса. Успех на Евровидении 2004 года в Стамбуле с композицией Шейкит принес Греции третье место. Сравнительно молодой танец Сертаки в современном мире выступает как один из символов Греции. Олимпийский стадион в Афинах имени Спироса Луиса, открытие Паралимпийских игр 2004 год. Победный гол Ангелоса Хористиаса в финале Евро 2004. Греция как родина олимпийских соревнований имеет древнейшие спортивные традиции в мире. Она трижды за новую историю принимала Олимпийские игры современности. Первую Олимпиаду 1896 года, первые внеочередные Олимпийские игры 1906 и в 2004 году очередные летние Олимпийские игры в Афинах. Национальный Олимпийский комитет Греции был создан в 1894 году и признан Международным Олимпийским комитетом. МОК. В 1895 году. Первым президентом МОК стал греческий предприниматель, поэт Деметрия Свикелос. Самыми популярными видами спорта в Греции являются футбол и баскетбол. Баскетбол приобрел популярность в Греции после получения клубом Айо Кубка обладателей кубков 1968 года. Вторую волну подъема вызвали победы на чемпионате Европы по баскетболу 1987 года и особенно 2005 года. Самые успешные баскетбольные клубы греческого чемпионата, Панатяна и Кос, 31 победа. Ариес, 10 побед. Олимпиакос, 9 побед. Айок, 8 побед. Ипанелиниас, 6 побед. Подобным образом состоялся и подъем футбола после победы сборной Греции на чемпионате Европы по футболу в 2004 году. Это событие было названо одним из самых больших неожиданностей в современной истории спорта. Самые успешные футбольные клубы греческой суперлиги. Олимпиакос, 43 побед. Панатяна и Кос, 19 побед. Иаёк, 13 побед. В последние десятилетия в Греции также набрали популярность волейбол, водное поло, легкая атлетика. Национальные сборные достойно представляют Грецию на международных соревнованиях по тяжелой атлетике, гимнастике, парусному спорту, гребле на байдарках и каное, прыжкам в воду, плаванию, академической гребле, борьбе, велоспорту, боксу, стрелковому спорту, теннису, стрельбе из лука, триатлону. Определенную известность имеют рэбби, крикет, гольф, хоккей, конный спорт. В 1952 году начата ралли Греции, которая в 1973 году стала этапом чемпионата мира по ралли и сейчас считается одним из самых сложных, старейших и самых престижных соревнований по ралли в мире. С 1972 года ежегодно происходит афинский классический марафон. В 1991 году столица Греции город Афины принимал 11 Средиземноморские игры, главное спортивное событие стран Средиземноморья. 28 октября 2007 года в ходе голосования в итальянской Пискаре Греция вновь завоевала право принимать 17 Средиземноморские игры. Они должны были состояться в городах Волос и Ларисы в 2013 году. Однако организаторы не возвели вовремя спортивные объекты, и 28 января 2011 года Международный комитет игр лишил Грецию права принимать игры. Зато 27 января 2011 года Ассоциация международных марафонов и пробегов подписала соглашение с Министерством культуры и туризма Греции, согласно которому Ассоциация переносит свою штаб-квартиру в Афины. Средства массовой информации. Первая полоса газеты Катимерини от 10 августа 2005 года. Исследования 2009 года, опубликованные британской общественной телерадиокомпанией BBC, показали, что 78% греков обращаются за новостями к телевидению, 41% к печатным СМИ, 35% к электронным изданиям и 32% к радио. По индексу свободы прессы, опубликованному в 2009 году Международной организацией «Репортеры без границ», Греция занимает 35-е место среди 175 стран мира. Честью международных аналитиков греческие СМИ определяются как высокополитизированные, при этом менее политизированные, чем в конце 1980-х годов, а также признается взаимовлияние власти и прессы. Пресса, крупнейшим, старейшим и наиболее авторитетным информационным агентством в Греции считается Афинско-Македонское агентство новостей. Основные ежедневные газеты имеют четкую политическую принадлежность. Газеты Катимерини и Акрополь. Тиражи 35500 и 58800 ЭК. Соответственно, правоцентристские издания. Элевтерос Типос. Тираж 135500 ЭК. Издание, которое тяготеет к более консервативному правому крылу. Газета Авги. Тираж 55000 ЭК. Позиционируется как издание левого крыла, к изданиям левоцентристского направления принадлежат Авриане Танния Элевтеротипия. Тиражи 510000, 1330000 и 108000 ЭК. Соответственно. Наконец, газета Резаспастис. Тираж 40000 ЭК. Официальный печатный орган Коммунистической партии Греции. В Афинах также выходит широкий круг журналов, среди них популярные «Экономикос Эпендитис», «Прин», «Статус», а также «Товима». 2% греческих газет и журналов экспортируются на Кипр, в США, Германию и Великобританию. В Греции же наибольшим спросом пользуются Немецека и англоязычные издания. Телерадиовещание. Первый в Греции вещатель. Ир. Возник в 1938 году, в том же году им была запущена первая в Греции радиостанция, в 1952 году радиовещание в Греции стало двухпрограммным, в 1954 году – трехпрограммным, в 1966 году – были запущены первые два в Греции телеканала и четвертая радиостанция, в 1987 году телевидение в Греции стало трехпрограммным. В 1989 году была отмена монополия общественных вещателей на телерадиовещание, были созданы первые в Греции коммерческие вещатели и были запущены первые в Греции коммерческие радиостанции и телеканалы. В 1999 году была запущена первая в Греции спутниковая платформа «Нова», в 2006 году первая цифровая платформа, в 2008 году – ИПТФ-платформа «Конетокат Икс Тиви», в 2009 году – вторая цифровая платформа «Диджа», в 2011 году – вторая спутниковая платформа «АТЁ». 17 августа 2012 года прекратилось эфирное аналоговое телевещание. 12 февраля 2016 года было введено лицензирование коммерческих вещателей. В зависимости от формы финансирования телерадиовещание в Греции делится на общественное и коммерческое, а также существуют элементы государственного телерадиовещания в виде спутникового телеканала, радиостанций муниципалитетов, АТИ на 98,4 FM, канале 1 и другие, а также радиостанциями учебных заведений, 94,2 – Елаурадия и другие. И телерадиовещание общественных организаций в виде партийных. FM 90,6 – Народный православный призыв, 105,5 – Сириза, 904, КПК, и церковных радиостанций, и другие. Телевидение. Телевидение Греции в зависимости от формы распространения сигнала делится на эфирное, спутниковое и иптв. Греческое общественное телевидение представлено вещателем ЭРТ, вещающим на первом. ЭРТ-1, втором, ЭРТ-2 и третьем, ЭРТ-3. Телеканалах. Коммерческое телерадиовещание представлено вещателями МЭГА-ТИВИ. Четвертый телеканал и радиостанция. ЭРТ-1. Четвертый телеканал, радиостанции ИЗИ 97,2 и 94,9. АЛЬФА-ТИВИ. Шестой телеканал, радиостанции АЛЬФА-98,9 и АЛЬФА-96,5. ИСКАЯ-ТИВИ. Восьмой телеканал, радиостанции СКАЯ-100,3. ЭВА-ДИА-99,2, РЭТ-ФМ-96,3. СТАР-ЧЕННЕЛ. Седьмой телеканал, радиостанция СТАР-ФМ-107,7. ЭПСИЛОН-ТИВИ. Девятый телеканал. А также областными коммерческими вещателями. До пятнадцати на область. Вещают на основе временных разрешений. В Греции существует два оператора цифрового телевидения, ДИДЖИ, принадлежащий вскладчину коммерческим вещателям. НЕТ, принадлежащий общественному вещателю ЭРТ. Основной оператор ИПТФ-АУТ. Также является основным оператором фиксированной и мобильной телефонии и интернета. Имеющим ИПТФ-платформу АОТ-ТИВИ. Операторы спутникового телевидения АОТ и НОВА. Последние имеют спутниковую платформу НОВА ГРИС. Радиовещание в Греции в зависимости от формы распространения существует только в виде эфирного радиовещания. Общественные радиостанции также входят в общие мультиплексы с эфирными, спутниковыми и ИПТФ-версиями общественных телеканалов. Кроме того, существует интернет-радиостанция. Эфирное радиовещание в Греции ведется в аналоговом формате в диапазоне ультракоротких волн, версии УКВ Квайр. Некоторые общественные радиостанции также доступны в диапазоне средних волн. Общественное радиовещание представлено вещателем ЙОРТ. Вещающим через радиостанции и Космос 93,6, коммерческое радиовещание представлено общенациональными радиостанциями. 261 Этанс. 90,1 FM, Бест-радио, КИС-ФМ 92,9, FM 94,6, 94,9, Этанс ДИИ-ДЖИ, Флэш 96, ИЗИ 97,2, ЛАВ-РАДИО 97,5, РИЛ-ФМ 97,8, 9,84. Муниципальная радиостанция АФИН. 99,2, FM 99,5, 100,3, СФЕРА 102,2, НИТРО-РАДИО, МЭТ-РАДИО 106,2, Кроме того, в регионах могут существовать от одного до нескольких десятков региональных коммерческих радиостанций. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ХОЛЕНИК АРМИЯ, ЛИА-2А6 ХЕЛ, 7231, ДжИПЕК, ТАНК, ЛЕОПАРД 2А6 ХЕЛ, ХСР-Ф454, ДжИПЕК, КОРАБЛЬ, МЭКО-200, ДжИПЕК, МЭРАЖ-2000, ОФХОЛЕНИК АРФОРС, ДжПЕК, ИСТРЕБИТЕЛЬ, МЭРАЖ-2000, ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ГРЕЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ ВОЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, которые в соответствии с Конституцией Греции предназначены для защиты свободы, независимости и территориальной целостности государства и имеют в своем составе сухопутные войска, военно-морские силы и военно-воздушные силы Греческой Республики. Вооруженные силы Греции комплектуются на основании закона о всеобщей воинской обязанности, их численность составляет 177 600 человек. Президентская гвардия Греции, Эвзене, на параде 2 июня 2007 года, высший орган управления вооруженных сил, Министерство обороны Греции, орган военного управления, Генеральный штаб национальной обороны Греции. Греция, член НАТО и участвует в операциях в Афганистане, Боснии, Чаде и Косовее Метохии. Солдаты Греческой армии из состава миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине. Во время ведения войны за независимость против Османской империи в 1821 году были созданы греческие сухопутные силы и флот. В сентябре 1912 года были сформированы военно-воздушные силы как третий вид вооруженных сил. В Первой Балканской войне греческая армия воевала вместе с союзниками Болгарии, Сербии, Черногории против Турции. Во Второй Балканской войне греческая армия воевала с другими балканскими странами против Болгарии. Во время Первой Мировой войны вооруженные силы Греции принимали участие на стороне союзников. Малоазийский поход 1919-1922 года закончилось поражением, обернулось потерей территории и малоазийской катастрофой. Во время Второй Мировой войны Греция под руководством диктатора Иоанниса Метаксаса отклонила итальянский ультиматум о сдаче 28 октября 1940 года и смогла дать отпор итальянским войскам и перенесла военные действия на албанскую территорию. Вооруженные силы Греции были побеждены только с помощью военного вмешательства немецкого вермахта и болгарских вооруженных сил в апреле и мае 1941 года. Греческие вооруженные силы участвовали в Корейской войне 1950-х годов. В апреле 1967 году в результате мятежа военный режим во главе с Георгиасом Пападопулосом захватил власть в Греции. Кипрский конфликт и последующее вторжение турецких войск на Кипр в 1974 году привели к падению военной диктатуры и возвращению к демократии усилиями премьер-министра Константиноса Караманлеса. Греция тратит наибольший процент волового внутреннего продукта, 4,3% ВВП, на оборону среди государств-членов НАТО. Основная причина затрат заключается в восприятии угрозы со стороны Турции. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok